Композиции называются все те же, все там же. Смотрите, вообще, хоть убирайся, хоть не убирайся, мне кажется, все равно все остается вот в таком же положении, блин. Но тем не менее, всем привет. Еще раз я пытаюсь сейчас уже... Мы собираемся вот этот, в общем, этот стол доубрать, чтобы уже его собрать и отвезти на место. Это... И, в принципе, все. И потом уже потихоньку в коробке. Вообще, сейчас, на самом деле, не знаю, насколько меня видно. Так, соль встать. В принципе, уже можно выдохнуть, потому что вообще, по плану, мы собирались в абсолютно другое место. Это очень было далеко, и мы собирались вообще в другое-другое место переезжать. Не переезжать, а просто ехать на работу. На работу ехать туда, куда мы и где мы познакомились, на этот остров. Вот, потому что нам там предложили работу обоим. Но сейчас как-то планы, в общем, поменялись. И у нас до сих пор висит предложение с острова. То есть мы, если почитаем, если по деньгам получается, или деньгам, не знаю, получается лучше, то мы все-таки поедем туда. Если же нет, то нам лучше сейчас остаться здесь и переехать недалеко куда-нибудь в маленькую квартиру. Вообще просто планы, на самом деле. Меня просто все типа, вот, да как, в какую маленькую квартиру, зачем вам это надо, бла-бла-блач, у вас денег нет, в общем, тому подобное. Как всегда, всякие различные комментарии. Я вас тоже очень сильно люблю. Вот. Но на самом деле, почему так? Потому что не все через это проходят, не все через это проходили, не каждому это приходится на себе ощущать. Но, когда вы начинаете, как бы, не знаю, семью, семейную жизнь, что-то планировать, не всегда все складывается абсолютно просто и складно. Вот. Поэтому у нас сейчас планы жить в маленькой квартире, потому что нас пока что двое, да? Пока что нам не нужно ни о чем, ни о ком переживать. Поэтому сейчас, если мы все-таки решим остаться здесь, не поехать на остров, мы будем просто жить в маленькой абсолютной квартире, которую мы вам покажем. И мы вчера проверили, как бы, вчера посмотрели две-три квартиры, которые, в принципе, для двух человек это абсолютно нормальное помещение. Размером, как, наверное, ну, я не знаю, то есть, если вам примерно сказать размер, это будет 350 где-то, наверное, квадратных футов. Это абсолютно нормально для однокомнатной студии квартиры. Вот. Поэтому меня это полностью устраивает. Насколько видно по нашим видео, мы ничего не делаем, кроме как спим. И если это моя работа, да, если мы что-нибудь фотографируем, то все, что мне нужно, это компьютер. Обеденный стол. Мы обычно, нас двое, еще раз повторяю, поэтому для нас, для нас это вообще абсолютно устраивает. Маленькая квартира не для того, чтобы там поселиться и жить пять лет подряд, а для того, чтобы там прожить год буквально, и затем купить свой уже начальный дом. То есть, не дом нашей мечты, огромный семейный дом, а именно маленький дом, чтобы он уже был своим, чтобы не платить никому аренду. Вот. Поэтому для всех, кто меня там осуждает, еще что-то, вот ответ на то, что какие вообще планы, и я никому не буду объяснять, почему это так происходит и тому подобное. Вот. Просто такие вот планы. То есть, это для тех, кому интересно, кто с нами именно друзья, и кто нас всегда поддержит. Вам спасибо большое. Так что вот, сейчас, в общем, если мы все-таки решим остаться здесь, то потихоньку, уже, наверное, через недельки-полторы, мы начнем все перевозить в квартиру. И поэтому, кто видел, получается, у нас в зале стояло оборудование для тренажеры. Вот. Поэтому тренажеры мы будем их продавать. Затем во всех квартирах обычно предоставляются холодильник и... О, видео загрузилось. Холодильник и плита. Поэтому это мы тоже будем продавать. То есть, наш холодильник и плиту будем продавать. Затем у нас есть два телевизора, которые мы никак не используем. Они стоят на заднем дворе. Мы их продадим. Поэтому почти что все, кроме кровати и компьютера, будет продано. Потому что этого ничего не нужно. Я понимаю, что не у всех такие стандарты. То есть, как так, знаете, там, семья и бла-бла-бла. И ничего нет, кроме компьютера и телевизора. Но это самое, что ни на есть лучшее. Я вообще, я ненавижу огромное количество вещей. Когда я представляю, что у меня у мужа шесть чемоданов с одеждой. Потом плюс чемодан с обувью. Вот это вот половина обуви. Вот здесь у него половина обуви. Его эта коробка довольно-таки большая. Затем вот та коробка мы все-таки переместили. Там все его галстуки лежат. Вот один чемодан мой. И все. Остальные все, остальные все чемоданы будут с его одеждой. Чего я запыхаюсь? Вот. И все. То есть, больше ничего нам особо... Ну, конечно же, это не все, что мы перевезем. То есть, не только кровать. Вот этот стол. А все, что не нужно, мы либо выкинем, либо... Потому что квартира действительно маленькая. Студия квартиры, они небольшие. Есть, конечно, большие. Вот, которые я вам показывала на видео. Там квартира однокомнатная, размером как вот этот дом. То есть, где-то 600... 650-700 квадратных футов. Вот. Но нам такое не нужно. Потом... Почему? Куда я сейчас показываю? То есть, да. Будет, конечно же, круто в такой квартире жить. Но мы планируем покупать свой дом. Поэтому я не вижу смысла тратить 700 долларов в месяц. Только за то, чтобы нам было больше места, чтобы свалить, там, не знаю, кучу вещей. Вот. Поэтому мне кажется, что 300-400 квадратных футов, в принципе, будет достаточно для двух человек. Так что, да. Пойду я доубираю вот эту комнату. И потом, может, что-нибудь что вам расскажу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, затает уже скоро. Хотя обещают вроде холода. Ух, тут тоже переезжает. Ну вот да. Скоро это будет всего лишь памятью. И мы как всегда сходили в библиотеку и взяли кучу всего, опять понабрали всяких фильмов из библиотеки. Так что, может, попозже я вам их покажу. Хотя там ничего такого особенного нет. Ну да, пойдёте посмотрим. Теперь, самое интересное, что мы посмотрели вторую часть Голодных игр и офигели. Потому что на самом деле очень классно, мне очень понравилось. И мы пошли в библиотеку и взяли себе две книжки. Я уже, по-моему, об этом рассказывала. Две книжки. Теперь мы перед сном читаем. Страничку читаю я, страничку читает муж. Вот. Мы хотели взять одну книгу, но думаю, надо же показать, что мы такие. Это прям вообще обожаем эту книжку. И взяли две, не знаю зачем. Но было тогда прикольно, весело. Так что, вот, взяли третью книжку Голодных игр. И теперь читаем. Это мой Джек-Потрошитель. Это моя Эллен Д'Дженерес. Ну и всякие, в общем, всякие интересные фильмы. Вчера посмотрели про сайлемских ведьм. Вот. Это у меня всё муж набрал. Я всего взяла, по-моему, четыре фильма. Холокост. Очень нам нравится эта серия. Именно про... Ну, как бы не то, что очень нравится. Именно очень интересно смотреть исторические вот эти события. Это о... Ошвиц. Ошвиц. Я не знаю, как по-русски, честно, произносят. Но это вот... Во время Второй мировой войны. Где все... Не все, но... Где евреев держали именно... Ошвиц, наверное. Я напишу по-русски, как это правильно называется. Именно это место. Я как-то раньше об этом не... Не очень мне было интересно. А у меня муж очень любит именно период вот этой вот... Узнавать новые-новые события. О том, что было во Второй мировой войне. Именно. О, кстати. Кстати, сразу пока не забыла. Именно про вот эту... Не события. Именно про Вторую мировую войну. Мы посмотрели фильм. Называется... Воркник. Я напишу по-русски, как правильно называется. Но по-английски называется... Боктейв. Вот. Поэтому именно... Воркник. То есть там про девочку рассказывается. Которая именно жила в Германии. Спасибо. Вот. Именно со стороны германских детей. Как это... Не знаю. Фашистских детей. Как это смотрится. Именно что происходило. Что они видели. Вот. Поэтому фильм прям на одном дыхании смотрится. Но он очень длинный. Но он смотрится прям вот так вот. Вот. Поэтому я напишу по-русски, как это называется фильм. Посмотрите обязательно новый фильм 2014 или 2013 года. Обалденный книг. Обалденный фильм. Ну и все. Вроде у меня садится батарейка. Поэтому да. У меня муж не смотрел красотку. Поэтому я его заставлю посмотреть красотку. Хоть он и не любит Джулию Робертс. Но тем не менее папарацци. Это уже я, наверное, взяла. Письма Джульетти. Тоже многие из вас, наверное, смотрели. Легион. Прикольный фильм. Восстание. Не знаю. Я не смотрела. Не слышала. Не видела об этом фильме. Так. У меня садится батарейка. Поэтому все. Я пошла. Что это? Ну и еще один фильм, видимо, про Вторую мировую. Не знаю. Так что да. Фух. Все. Тогда всем пока. Что-нибудь новое мы еще с вами увидимся через два дня. Потому что видео выходит каждые два дня. Все. Хорошего дня и пока. Смотрите. Помните, я показывала в этом. В администрации нашей висят теперь два флага. Американский и украинский. Вот. Тут в газете про это написали. Про флаг. Что повесили в нашу администрацию 3 марта его. Чтобы показать поддержку во времена кризиса в Восточной Европе. Так что вот. Поближе показать. Может кому интересно будет. Немножко рассказывается о том, что произошло. Когда Украина вышла из состава России. Кто такой Янукович, видимо. Вот. Так что да. Ну и там вот еще дальше на 13 странице будет что-то. Ну вот такие вот дела. Вот, видимо, украинцы наши. Во время возведения флага стояли. Борис Потопенко. Наш украинский американец, видимо. Вот. Да. Как я уже много раз всем уже говорила, что здесь очень много украинцев. Больше, чем русских. По-любому. Так что. Вот. Да, я знаю, что я так, что вот говорю очень-очень часто. Так вот. И я еще что-то говорю. А, смотрите. И, короче, много чего я говорю постоянно. Пытаюсь это уменьшать количество этих фраз. Но, да. А, вот. Как-то так. В общем, что-то я постоянно говорю. Пока. Меня Инель попросила разобрать картину. И я, по-моему, что-то не так сделала. Ну, как-то. Я теперь не знаю, как ее свернуть. Вот эту штуку. Вот. Но, да. Весело. Всем привет. Смотрите, все тоже все там же. Они все коробки. Мой чемодан до сих пор открытый. Потому что я в него постоянно теперь залезаю. Потому что мы планировалось, что мы уже отсюда съедем до этого времени. Но вот до сих пор все лежит. Стол. Всякие документы. Да. Теперь опять мрачных в этом доме. И так было мрачно. Сейчас еще мрачнее. Ну, и в этой комнате, в принципе, то же самое. Всякие. Больше коробки, коробки. Вещи повсюду. Потому что мы постоянно куда-то нужно ехать. Опять приходится перебирать. Короче, я никогда не думала, что переезд будет такой головной болью. Всем еще раз привет. Помните, я показала вам картину из Икеи? И, короче, я... Я же маленькая, ростом. И я как-то нажала на эту рамку. И, короче, теперь рамка сломалась. Я не знаю, что делать. Короче, я, наверное, ее просто помажу суперклеем. Ну, а вот, смотрите. Вот. Короче, я сломала рамку эту вот здесь. Я думаю, что суперклей же должен, да, ведь починить, наверное. Мы просто эту картину хотим отдать крестному. Наверное, да, еще к тому же. Я говорю, мы картину хотим отдать крестному. Поэтому жалко, блин, ее выкидывать так. В Икеи-то она стоит сколько? Я не знаю. Ну, давно уже, конечно, у меня муж ее покупал. Но, тем не менее, я не люблю выкидывать вещи просто так. Ну, блин, придется, видимо... Придется, видимо, клеить. Суперклей. Видно, да, бардак? И он нескончаемый, этот бардак. Самое, что интересно. Пойдемте посмотрим, что у нас... О, у меня от пыли нос пылится. Пойдемте посмотрим, что у нас на улице творится. Я прям стихи пишу. Ёшкин кот. Смотрите, все растаяло опять. Видели, да, вчера какие были сугробы? Кто-то прошелся у нас по газону. Наша березка. Там дом пустой второй. Потом вот там пустой дом. Все съезжают. И нам валить пора, значит. Да, вот как-то так. Я только что сказала... Я только что сказала, вот как-то так. Фух. Постараюсь больше этого не говорить. Смотрите, в 5 утра, блин, полиция приперлась. Я думаю, что за фигня. Стоят полицейские машины. И вот так. Всем привет! Сегодня будем делать... Мы вам уже показываем начос. Извиняюсь за мою миску, потому что у меня все нормальные контейнеры, у мужа на работе складируются, и он их постоянно потому что забывает привезти. Вот, поэтому сейчас я буду делать гвакамоли, гвакамоли, и будем делать начос, начос, начос. Нарезанные. В общем, не знаю, кто знает, что такое гвакамоли, это вот когда авокадо, такая закуска для чипсов. Ну и все, в принципе. Сейчас поджарить маленькое нужно мясо, можно добавить по вкусу оливки, бобы, еще немножко томатов и, конечно же, сыр. Сыр нам нужно расплавить. Вот специальный такой острый сыр с перчиками. Вот, его мы просто расплавим, и будет все зашибись. Ну и вот такая примерно ситуация получается. Получается у меня пока что только одно авокадо, я хочу положить два, чтобы было побольше. Еще немножко добавлю этих помидоров, соль, перец по вкусу, тоже по вкусу лук. Кто-то не добавляет, кто-то добавляет. И можно сок лайма, лучше всего целого лайма, такого средненького. А можно сок лимона, но это тоже на вкус. Так что вот. Обычно добавляют еще, не знаю, разную зелень, то есть тут уже кому как угодно. Ну и вот какой-то вот такой вот окончательный результат. В общем, всякой-всякой фигни, потом как-нибудь расскажем. Привет всем, доброе утро. Я уже давно не показывала никаких фильмов, которые мы брали. Вчера мы пересмотрели на 3-4 фильма, и ничем не понравилось. Потом решили посмотреть вот этот. Называется, не знаю, прошлое, но не забытое. Не знаю, как правильно перевести это. Вот, поэтому напишу где-нибудь. Вернее, можете посмотреть, кому интересно. Очень интересный фильм. Брукшилдс. Красивая очень, тетенько. Вообще, производство этого фильма, это называется Hallmark. То есть это такое телевизионное, как бы, шоу, так скажем. То есть то, что показ по телевизору, то знаете, что можно смотреть, скажем, детям. То есть не очень графическое, графичное. В общем, вот. На таком женском канале, типа ДТВ. И мы что-то засели, решили посмотреть. Думаю, ладно, насколько нас хватит, нас только посмотрим, потом выключим. Но, тем не менее, нас что-то так затянуло. Это, по сравнению, можно сравнить с Альфредом Хичкоком. То есть ты вообще не предполагаешь, что случится дальше. Вот. Минута прошла, и ты не предполагаешь. Мы смотрели уже на время. Этот фильм идет ровно три часа. То есть это обалдеть. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, такой криминальный триллер. Не знаю, как назвать правильно. Вот. Но, на самом деле, очень классный фильм. Не знаю, насколько это возможно найти в России, но, тем не менее, очень классный. По-моему, по книжке он сделан. Да. Поэтому, да, посмотрите. И все, пока что все. На, кстати, сказала я так, так что вот, нет еще. Я пытаюсь, пытаюсь не говорить это слово. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok